Просим вас отнестись с пониманием сложившейся ситуации и приобретать только необходимое количество продуктов. Совершайте разумные попытки. Я не знаю, у меня просто дома 200 грамм гречки осталось, поэтому я ее беру, потому что я ее варю. А так, остальное не знаю, зачем люди берут. Ну сейчас вы как-то особенно закупаете, чтобы сидеть дома или нет? Нет, конечно. Зачем? Ну да, страшно, но все равно сама сходишь в магазин и купишь то, что тебе надо, а не то, что тебе принесут. Мы же не арестованы, правильно, чтобы сидеть дома. Заботьтесь о выживающем. При каждой ничем времени прикрывайте рот и нос с салфеткой. Обращайтесь к врачу при первых признаках недомогания. Желаем вам здоровья! Тема нормальная. Просроченный товар не будет лежать на базе. Пусть едят от пуза. А почему все покупают? Да и ума нет. Потом черви заведут. Будут выбраться на улицу. Это точно. Как всегда. Помните 90-е, когда потом выкидывались. А сколько? Одну? Ну возьми девушку. А зачем? Все есть. Чем же вот это все делать? Не понимаю. Такой ажиотаж. К чему? Зачем? Вон все полки. Я сама сейчас фоткаю и пошлю. Говорят, что у нас нет. Смотрите, все есть. Вот это показывайте, а не меня. Вот. Все есть. Зачем врать, что нет у нас ничего? Все, вон. Кошмар. На полгода хватит, да. Падик, а? Тем более, знаете, если на наш набор посмотреть, там торт, еще вряд ли к набору истерии отнести можно. Торт, семечки. Сейчас, ну как бы, прок у меня жена в положении. Сейчас немножко берем небольшой прок, потому что она будет в роддоме, там, сколько там, от трех и больше, может, дней. Поэтому, чтобы мне там с ребенком в магазин не входить, ну, там, чуть-чуть там картошки. То есть, никакой гречки, туалетной бумаги в прок не набираем. Посмотрим, как будут развиваться события. Если там, не знаю, будет какой-то карантин, то, ну, надо будет прислушиваться все-таки. А так, истерии какой-то нет. А меня зовут Даня. Мне четыре года. Сейчас он такой инстаграмный выйдет. И я смотрю в войти. Поехали. Поехали. Продолжение следует... Продолжение следует...